Девушки отдыхают Самых богатых людей мира Его состояние превысило 188 миллиардов долларов Что это? Самоубийство в раю или жестокая расправа? Гибель фотомоделей Шенейт Макнамара на борту яхты влиятельного миллиардера Ты думаешь, ты богат Ты не знаешь, что ты и жалоб, и слеп, и нищ, и наград Ты нужно поплакать о грехах, чтобы прозреть Черный понедельник Фондовый рынок США бьется в лихорадке Богатейшие люди мира за один день лишились миллиардов Это такое хорошее зеркало, в которое стоит взглянуть всем церквам В зеркале семи церквей апокалипсиса, к которым обращается Господь Наше отражение Он уже упрекнул эфестскую церковь в том, что она оставила первую любовь свою Пора бы уже ей чудеса творить, но там их старости становятся только хуже Предупредил церковь города Смирна о том, что ей предстоит скорбь и что надо остаться верным и еще потерпеть Стал терпеть, а нужно еще потерпеть дальше Похвалил пергамскую церковь, что она живет и терпит посреди настоящей девальщины, там, где престол сатаны Престол сатаны может двигаться по миру В сердце человека может быть престол сатаны? Может, но это должен быть непростой человек Но упрекнул, что она мало борется с ересью блудников Николаитов, которую он, Господь, ненавидит Сколько он любит, то он же и ненавидит, ибо энергия ненависти – это энергия любви Вообще, Христос апокалипсиса – это не Христос Евангелия О скромной церкви городка Фиатиры отправлено самое длинное и, наверное, самое обнадеживающее послание Потому что последние дела ее больше первых Это может быть лучшая похвала То есть вопрос не в том, чем ты начал Вопрос – как ты закончил В этой, третьей главе апокалипсиса Господь продолжит свое обращение к церквам знакомых апостолу Иоанна Богослову городов Высвечивая в каждой из них черты, в которых мы узнаем из себя нынешних И обращаясь к ним, то есть ко всем нам, со схожим призывом Покайся, покайся, покайся – крик Христов На этом Патмосском берегу и теперь видны следы, стоявшие здесь когда-то церкви Вот мозаика ее пола, разъедаемая теперь морем Своей церкви Господь в апокалипсисе называет светильниками А Эфесской, в случае неисполнения ее призыва покаяться, посылает жестокую угрозу Сдвину, светильник твой Можно вывести какой-то, ну вот закон Почему Господь одни светильники зажигает, церкви появляются, епархии, метрополу Потом они умирают, то есть Господь гасит их Ну вот какая-то церковь, да, была и нет ее Нет ни одной цивилизации, которая обещана дожить до конца света Но можно дожить любая Ну, допустим, известно, что евреи никуда не исчезнут Это точно, они сохранятся Все остальные под вопросом И церкви Божьей, то есть неизвестно в каком виде и в каком качестве они сохранятся Вот, но если исчезают, а потухают огромные целые континенты церковной жизни Например, исчезла Карфагенская церковь Просто исчезла Там был блаженный Августин, там был Тертулиан, там был Киприан Ее сейчас нет Значит, исчезают поместные церкви Но это так понимаю, что исходя из притча о мудрых и немудрых девах Это все-таки недостаток елея Вот, оскудение елеет Три, два, один С вечеринка, жилье или занятие йогой И все это в церкви В Вашингтоне старые храмы выкупают и превращают в арт-галереи, гостиницы и даже бары Здесь регулярно проходят бурные вечеринки Дни рождения, свадьбы с развлечениями и выпивкой Думаю, что здесь есть вина человеческая И потом уже, как бы такое, ну что ли, смирение Господа перед свершившимся фактом То есть ты погас Вот Византия погасла По сути, она оставила очень много следов в истории Но она погасла Она перед тем, как погаснуть, успела зажечь, например, нас, Русь То есть Русь получила факел веры, эстафету Но Византии нет Президент Турции, Раджет Таид Бардаган, подписал указ, которому разрешил совершение молитв в соборе Святой Софии в Стамбуле Теперь этот храм носит статус мечети Бог, в каком случае Он может сказать человеку, а иногда целому народу Ты мне не нужен Не столько не нужен, а вот, например, такую фразу там Ты отработал свое Или ты оказался, ты взвешен, и ты был взвешен и оказался легким Или ты не оправдал моего доверия Или ты не сделал все, что нужно Вот это все вполне возможно Это все в апокалипсии звучит Как раз церквам, когда Господь говорит Он говорит там Не думаю, чтобы твои дела были совершенны перед Богом моим То есть что-то тут не то Смотри, будь внимателен, иначе будет все плохо Так произошло с церковью города Сардиса Но не сразу И ангелу Сардийской церкви напиши Так говорит имеющий семь духов божиих и семь звезд Знаю твои дела Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв Большей частью эти слова касаются всех живущих По имени мы живые, да А вот внутреннее состояние человека Я вроде там муж, отец, христианин Не знаю, инженер, учитель, офицер, священник Вроде бы неглупый, активный, опытный, знающий Вроде бы, вроде бы Но на самом деле моя совесть, слыша Евангелие, слыша вот голос Сардийской церкви Говорит мне, что у меня внутри хуже, чем снаружи Внутренняя смерть предшествует внешне Мертвый духом человек слышит голос Божьего Сына Сегодня, сейчас И услышавши оживает Как у Пастернака есть такая строчка красная Всю ночь читал я твой завет И как от обморока ожил То есть, говорил, ты значил все в моей судьбе Потом пришла война, разруха И долго-долго о тебе ни слуха не было, ни духа То есть, Бога как бы не было для него И через много-много лет твой голос вновь меня встревожил Всю ночь читал я твой завет Как от обморока ожил То есть, воскрешение мертвых Это явление, которое мы еще не видели, с одной стороны А с другой стороны, постоянно наблюдаем Когда Слово Божие входит в человека И пробуждает его дух к другой жизни То есть, мертвые воскресают каждый день Но и живые умирают каждый день А ведь огромный Сардис и вправду тогда казался живее всех живых Богатейший город в свое время столица могущественного Лидийского царства, занимавшего половину нынешней Турции Там чеканились первые в истории золотые и серебряные монеты На весь античный мир прославился своим богатством Правивший в этом городе царь Крёс Он царствовал с 560 по 546 годы до нашей эры И оставил после себя пословицу Богат, как Крёс Об этом городе упоминает в своей истории Геродот И Исхил в своей трагедии Персы Город считался неприступной крепостью на горе Лишь дважды за всю историю в него проникал враг И оба раза ночью Может, на это намекают следующие строки послания Сардийской церкви Бодрствуй и утверждай прочее близкое к смерти Ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершены перед Богом моим Вспомни, что ты принял и слышал И храни, и покайся Если же не будешь бодрствовать То я найду на тебя, как тать И ты не узнаешь, в который час найду на тебя Приду как тать Приду как вор Как вор, да Как это... Бог так придет, как вор Но это еще одна такая странность апокалиптическая, да То есть, как бы он себя может сравнить с вором Но я однажды видел, как луча на повороте Говорит одному певцу, который сильно боялся на сцене уступать Говорит, укради мое сердце У тебя должны быть железные нервы вора То есть, оказывается, вор это такая емкая характеристика И с ним можно сравнивать самые неожиданные вещи Например, оперного певца Говорит, никого не бойся У тебя должны быть железные нервы вора, чтобы украсть мое сердце Здесь берется в пример искусность, тайность и внезапность Так, чтобы не заметили тебя, твоего приближения Потому что войско наступает, его там издалека видно А вор придет и уйдет, так что не почувствуешь При этом Господь дает рецепт, как от этого вора, как к этому вору подготовиться Бодрствовать Бодрствовать Что значит бодрствовать? Как говорит Павел Тимофею Поминай, то есть, вспоминай Господа Иисуса Христа, воскресшего из мертвых по благовестию моему Литургия начинается, просто комментировать Воспоминание Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа То есть, помни, не забывай И напоминай человеку об этом и кладбищенский крест, и колокольный звон, и церковный календарь И то, что завтра воскресенье, и так далее, и так далее То есть, и мы друг другу должны напоминать То есть, пока еще можно Напоминайте, когда ты, например, в душе моешься, но молишься Или, например, ты, скажем, за столом сидишь, но помнишь Бога То есть, это упражнение в памяти Божией При помощи молитвы Иисусовой При помощи кратких стихов из Псалма При помощи напоминания краткого себе о Боге И ты на любое событие жизни отвечаешь молитвой Господи, слава тебе, Господи, помоги Господи, не оставь Это и есть духовное бодрствование Почему Господь скрыл от нас дату конца света? Именно для того, чтобы мы бодрствовали И то время, в котором мы живем, переживали его Как в некотором смысле последнее Исторический апокалипсис Он придет, он наступит Но мне интереснее личный апокалипсис Поэтому, в моем понимании, вот умрешь, вот и конец света И солнце пропало И звезды спали с неба И ангелы, и демоны появились Начались мытарства Начался суд Почему эти животные апокалиптические? Они написаны, что они исполненные очей То есть, у них глаза внутри и глаза снаружи То есть, они полны внимания целиком Да, да, они не спят То есть, они постоянно смотрят Вот этот возраст церковный Вон мем То есть, будем внимательны То есть, там, София, там, Премудрость Там, Просхомен, там, Вон мем То есть, включайтесь, включайтесь То есть, давай, там, как, вот, например, командует солдат Там, там, цельсь, там, пли То есть, команда такая, там, готовься, там, внимание То есть, такой, будит тебя Такое, вот, они полные очей Их не нужно будить Нас нужно, их не нужно Они бодрствуют У евреев, знаете, образом этого неусыпающего бодрствования была рыба Потому что у рыбы нету ресниц Она не моргает У нее вечно открыт У нее вечно открытый глаз И Сардис долго был бдительным В пору расцвета христианства Город был столицей епархии Одним из сардийских митрополитов Был священномученик Ефимий Пострадавший в период иконоборчества Древние сарды были в конец уничтожены Только в 1402 году Во время нашествия Тамерлана Город буквально сравняли с землей Раскопали его лишь в прошлом веке Теперь это впечатляющие, но мало уцелевшие руины Вблизи турецкого райцентра Салихлы Помни, что ты принял и слышал И храни, и покайся Куда оно уходит? Почему вдруг ты, находясь даже в этом огне, в церкви Вдруг в какой-то момент холодеешь, что ли? Храни, то есть трезвиться, не спать умом И бодрствовать, да И хранить Это по сути, как бы, вот Мы получаем такой набор приказов Это внутреннее состояние воина, одетого в латы Почему у христианства такая воинская этика? У него очень много параллелей с воинским искусством Ну а воин дает присягу, и часто ее нужно напомнить человеку Тихон Задонский, например, советовал монахам по воскресеньям Перечитывать заново свои монашеские обеты Чтобы они напомнили себе, что они Богу обещали Да Допустим, мы давали Богу обеты крещения Очень хорошо было бы хотя бы прочитать их заново Узнать, а что же ты обещал Богу, когда крестился? Потому что многие этого не знают Это напоминание о первой любви Говорит, ну помнишь Ну так же, может, муж же не говорит, или жена мужу Он говорит, ну ты помнишь, мы же не случайно встретились Ну не случайно у нас дети, не случайно все это Разве это может быть там случайностью? То есть я думаю, что даже если брать в земных аналогиях Вот земной любви То любовь получали в подарок все За редкими исключениями, может, но сохранили ее единицы И как раз подвиг заключается в сохранении подаренного Это касается вполне и церквей апокалипсиса и души перед Богом То есть как бы Господь говорит, я дал тебе много Но ты не сохранил, потерял А дальше Господь хвалит Сардийскую церковь за то, что в ней есть Несколько человек, которые не осквернили одежд своих Правда? Вот не стоит село без праведника Да, конечно Мы видим там Авраама Вот это откровение о Лоте и о Содоме То есть не осквернившийся Лот хранил Содом Лот вышел, Содом сгорел Мы это видим на Илье Потому что Илья, значит, получает от Господа извещение О семи тысячах не осквернившихся перед Ваалом И есть у Исаии такой термин появляется у Исаии Священный остаток Если бы Господь не оставил нам остатка Мы были бы как Содом, уподобились бы Гоморе Значит, остаток – это неразменный рубль такой, значит, как у Толстого есть такой повесть такая Значит, это то, что не исчезает Это некое неизменное число праведников, ниже которого опуститься миру нельзя Это постоянное присутствие в мире минимального числа святых душ Для того, чтобы мир жил В этом городе были такие люди, которые не осквернили одежду души То есть душу сохранили и тело не осквернили Значит, они уклонились от всех соблазнов, которым поддались прочие И ради них, очевидно, этот город и хранится Это одна из важнейших тем бытия мира То есть у нас же есть стратегия безопасности Там демографической, военной, продовольственной, информационной безопасности Но, по-моему, никто никогда в государстве нашем в последнее столетие Не думал, что государство живет, пока в нем есть святые люди И святость, и праведность, как категории безопасности для населения По-моему, никогда не попадали в поле внимания А именно до тех пор мы и живем, пока в этом зверинце сохраняются еще нормальные люди Когда последний человек покидает зверинец, как лот, выходит из Содома Богу незачем хранить это скопище негодяев Он его уничтожает Да, это пружина, это самый главный фактор безопасности любой страны Вот есть в ней святые, значит, она будет жить Нет в ней святых, она больше теряет необходимость Просто знайте, что рядом с нами живут такие люди Это про Георгия Великанова Прыгнул под поезд, спасая бездомного Спас, а сам погиб под колесами Побеждающий облечется в белые одежды И не изглажу имени его из книги жизни Давайте с белыми одеждами сначала разберемся Вывод в черном Да А у нас сейчас это самое Ну, я, кстати, жалко не взял белый подрясник Мне бы сейчас было гораздо легче Но, смотри, у нас У нас есть белые подряды У эфиопов даже схимники в белом ходят То есть белая одежда вполне возможно и уместно И богослужебно, и как подрясники и рясы Значит, но, смотри, сейчас у нас душа Покрыта телом То есть тело сверху души А потом, можно так образно сказать Тело будет покрыто душою То есть белые одежды Это как раз те люди, у которых Вот эта чистая внутренность Это чистый внутренний человек Вышел наружу Покрыл собой внешнего То есть есть внутренний, есть внешний И вот внутренний должен быть белым Пока мест этого не видно А потом наступит время Когда это белое выйдет наружу И когда душа покроет тело Когда внутренняя красота человеческой души Как Петр пишет, лучше не скажешь В нетленной красоте кроткого и молчаливого духа Когда это вот одеяние дастся тебе и снаружи А следом за упоминанием белой одежды Господь описывает еще одну примету праведника И не изглажу имени его из книги жизни Первый раз в апокалипсисе упоминается Вот эта книга жизни Что это за книга? Это что-то вроде школьного дневника Где все наши оценки стоят Отличник в таком случае Это кто? Как мне стать первым учеником среди ребят? По обратной логике Отличник вот в этом классе, о котором мы говорим Он не должен искать первых мест Он должен знать, что последние будут первыми То есть любить тишину больше, чем шум Одиночество больше, чем многолюдство Любить разговаривать с Богом больше, чем с людьми И бояться Бога больше, чем, скажем, боится Скажем, кто там вор, боится собаки Или крика хозяина У отличника в этом классе сокровенная жизнь Мы потом их узнаем Чтобы быть отличником, они уходили в горы, пещеры, затворы Они прятались Они уходили от людей, чтобы стать отличниками То есть мы потом их узнаем Это те, которых недостоин весь мир Речь идёт о чрезвычайно, я бы сказал, и важном И в то же время невыразимом явлении Что в конечном счёте все христиане А может быть и все люди В конце концов предназначены для чего? Бог творил человека для чего? Для жизни, а не для смерти Для блаженства, а не для страданий Многие, и, наверное, все, достигшие глубокой, так сказать, духовной жизни Они все уже при жизни получали откровение о том Что они уже в книге жизни Что значит? Что они уже сподобились ощутить это царство Божие Это соприкосновение с Богом Это есть, как бы ты записан, как будто уже в книге жизни В 80 километрах от Сардиса Турецкий Алла-Шихир Это бывшая Филадельфия Шестой город, который обращает своё послание Господь И ангелу в филадельфийской церкви напиши Так говорит святой, истинный, имеющий ключ Давидов Который отворяет, и никто не затворит Затворяет, и никто не отворит Это ключ разумения То есть это ключ песнопения, ключ тайноводственных молитв и размышлений Это такой... Ведь Давид-то сам был любимый Богом И Господь говорит, что нашёл я мужа по сердцу своему Вот эти ключ Давидов Это мессианский ключ То есть это ключи Мессии Потому что Христос, сын Давидов Это его один из торжественнейших титулов Значит, ключи Давидовы должны открывать Ну, самые какие-то сложные и важные двери За дверями там может храниться сокровище, например Могут быть какие-то тайные переговорные комнаты Где совершаются какие-то судьбы мира То есть от всех этих, видимо, дверей Ключи Давидовы, значит, подходят к этим дверям Маленькая Филадельфия никогда не была большим центром Ещё и из-за того, что город часто страдал от землетрясений В отличие от других городов апокалипсиса Филадельфия была ещё и очень молода Ей было немногим больше 200 лет, когда ей писалось это послание Может, поэтому Господь говорит о Филадельфии Тихие, но такие вдохновляющие слова Ты немного имеешь силы И сохранил слово моё И не отрёкся имени моего Христос, говорящий через Анна Видит и достоинства, и недостатки Некий балансы Вот две церкви Смирская и филадельфийская Здесь, может быть, то, что немного силы Это отсылка к социальному статусу верующих в той церкви Может быть, они не были каким-то значительными с земной точки зрения Были людьми скромными Но у них вот эта вера, этот огонь духовный горел И они в какой-то, может быть, сложной ситуации сделали выбор за Христом Но при этом в Филадельфии, как и в соседнем Сардисе, где до сих пор можно увидеть одну из древнейших синагог вне Израиля Как и в Смирне, другом городе, куда обращается Господь, живёт немало иудеев Проповедь христианства среди них всегда была особенно трудной И здесь Господь говорит о своём народе беспощадными словами Там вот такая страшная формулировка Они говорят про себя, что они иудеи, а на самом деле сборище сатанинское Это он про кого? Ну, страшные слова, действительно Во времена, золотые времена патристики Многие отцы могли эти слова повторить Потому что столь очевидна была слава Христа И слава Христа, данная новым людям, бывшим язычникам Когда вера Авраама, Исаака, Якова вдруг распространилась среди всех племён Когда там дикий скиф вдруг запел псалмы Когда, значит, какие-нибудь там жители самых разных далёких стран Друг познали Бога Живого И появились дары пророчества, исцеления, говорения на языках Ну, что хочешь В это время иудеи, продолжавшие сопротивление По сути, противились очевидности И, например, апологеты, там, скажем, там, или такие святые отцы, например, как Иусин Философ, например, там, в диалоге с Трифоном Иудеем Там, или другие, они говорили Смотрите, говорит, где у вас сейчас пророки? Нету А цари? Нету А где у вас священники? Нету ни храма, ни священства А где у вас святые? Не видно Говорит, а у нас есть и цари, и пророки, и священники И именем Бога Авраама, Исаака, Якова мы заклинаем демонов на крещение То есть наши экзорцисты выгоняют нечистых духов именем вашего Бога, от которого вы отказались Как бы, смотрите, что и в это время они все равно продолжали уперто следовать вере Своей обрядовой стороне своей веры, там, своим, значит, этим таким упертым мыслям Поэтому, как бы, утомляясь от желания их обратить Многие говорили, как бы, это, как-то сатанинская упертость Вот об этом, возможно, говорит как раз данный пассаж об этой церкви Но после потрясающее обещание Бога, исполнение которого мы не увидели до сих пор Вот я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но не суть таковы, а лгут Вот я сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими, и познают, что я возлюбил тебя Откройте книгу пророка Малахия, последнюю главу, последние два стиха Там сказано, что в последние времена, вот перед концом света, Бог пошлет Илью И вот он обратит сердца детей к отцам Отцы – это Авраам Исаак Иаков То есть люди, еврейский народ вернутся к вере Авраама Исаак Иакова А это была вера в то, что в их семени благословятся все народы земли И когда говорится о семени, говорится об одном, то есть о Христе И этот народ станет Божьим народом вновь И у пророка Захарии сказано, что Бог восстановит эту скинию, поверженную скинию Давидову Он вернет этот народ к себе Это единственный народ, который имеет твердое обетование, не исчезнет до самого конца мира Все остальные народы могут исчезать, и ничего не изменится в мире Ничего не изменится Если исчезнут итальянцы, извиняюсь перед итальянцами всеми Живите долго Но если вдруг исчезнут, то ничего не изменится Придут другие люди на эту землю и будут продавать билеты в Колизей Если исчезнем мы, это будет наша личная катастрофа Но ничего в мире может не измениться Но евреи не исчезнут И они точно останутся И они должны в конце обратиться Они должны заплакать о распятом Иисусе, как об единственном сыне Как говорят, увидят его те, которые его пронзили Как Захария пишет И об этом Иоанн Богослов говорит возле креста Возряд его те, как это Его же Прабадоша Поэтому им нужно дожить до конца Потому что, например, если ты смотришь на сегодняшнего грека То это не тот человек, который жил во времена Пифагора, например, или Платона Это другие люди Если ты на сегодняшнего Римля не насмотришь, там, жителей Рима То это не тот человек, который жил во времена, скажем, там, Домициана, там, или Каллигулы Или Октавиана Августа Это другие люди Но если ты смотришь на сегодняшнего еврея И думаешь, а какие евреи были там 300 лет назад, там, 700 лет назад, там, тысячи лет назад Это те же люди Шляпа там, пейсы там какие-то, там, башмаки, белые носки Говорит, тот же самый человек То есть они сохранились Когда у Бердяева спрашивали, почему нет чудес? Он говорит, как это нет? Гляньте на евреев Они есть, это чудо Многие поисчезали, а они нет Вавилона нет, Ассирии нет, Карфагена нет, а они есть Это чудо Поэтому, да, нужно, чтобы библейские события исполнялись на них И чтобы они видели исполнение событий И чтобы они сказали, что это правильно Например, они Антихриста увидят, например И некоторые скажут, о, наш Машиах пришел А другие скажут, нет, это не Машиах Говорит, а кто ж Машиах тогда? Говорит, о, мы распяли Машиаха Это обманщик, он не настоящий А где настоящий? А, боже, настоящий тот И они заплачут, говорят, да мы же убийцы Мы это, как мы могли не понять То есть это должно быть, они это скажут Они это скажут Потому что если это я скажу, может мне не верить А если вдруг они это скажут, это травин, это травин, это травин И они скажут, боже, мы убили своего Господа И прожили богоубийцами две тысячи лет с лишним Вот это будет свидетельство Это будет грандиозно И они скажут это Господь обещает Филадельфии свой покров и защиту И как ты сохранил слово терпения моего То и я сохраню тебя от годины искушения Которое придет на всю вселенную Чтобы испытать живущих на земле Значит ли это, что вот любой христианин Который, ну, в терпении хранит верность Христу Он избежит гнева Божия в апокалипсисе Дай Бог, чтобы было так Человек, сегодня исполняющий заповеди Имеет надежду, что в тяжелое время Господь покроет его Ибо Господь умеет спасать То есть когда ангел-губитель проходит по жилищам египетских жителей То в это время тот же ангел проходит мимо домов На которых косяки помазаны кровью Агнца Так что здесь нужно иметь помазание кровью Агнца И иметь надежду, что Господь сохранит от годины искушения Грядущий на всю вселенную Что если времена не сократятся, не спасется никакая плоть То есть в это время самый сильный станет слабым И самые мощные задрожат Поэтому надо, чтобы Бог сокрыл человека Иначе никакой силы не хватит сопротивляться Да, исполняй заповеди сегодня В надежде на будущий покров Эти слова будто исполнились в судьбе Филадельфии Маленький слабый город, но в котором, видимо, царила большая любовь Даже название Филадельфия, и это в переводе с древнегреческого Братская любовь умудрял сохранить себя и православие Даже тогда, когда кольцо врагов сжимало со всех сторон В 14 веке, когда турки стояли уже на всех окрестных землях Филадельфия сохраняла статус независимого города Здесь продолжали чеканить свою монету Долгие годы Филадельфия была последней византийской твердыней во внутренней Малой Азии Пока в 1390 году она все же не была взята войсками султана Все гряду скоро, держи, что имеешь А вот как иногда понять самому в себе, что я имею? Да тебе легко, надо понять, стоит только оглянуться вокруг себя И посмотреть на ту работу, которую ты делаешь И отнестись к ней с максимальной степенью серьезности Ну как к любому человеку Там вообще, я слышал такую мысль прекрасную Что вообще в раю тебя спросят сначала Хорошо ли ты делал свою работу? Потому что если ты был плохой плотник, как ты мог быть хорошим христианином? Или ты был, например, водитель, плохой водитель ты был Вечно машины ломал, людей калечил Какой же ты можешь быть хороший христианин? То есть хорошо делай свое дело Держи, что имеешь, это касается самых элементарных вещей То есть держи, ну и веру держи, безусловно И держись как бы по полярной звезде, по кресту святому По этому ориентиру Но и свои обычные дела делай хорошо Потому что нет такого маленького, которое бы не могло стать большим Будь верен в малом В Лондоне медсестру Мэри Он Уоха вынудили уволиться из больницы из-за крестика на шее Ей сказали, что ее маленький золотой крестик представляет собой, цитата, угрозу безопасности Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего И он уже не выйдет вон Столпом в храме Бога моего Значит ли это, что там Царствие Небесное, это храм? Если ты храм не полюбил здесь, на земле То тебе и там в нем будет невыносимо Да, конечно, надо вообще проверить человека на предмет соответствия, готовности находиться в раю Если ему литургия сладка и быстро пролетает, как ночь любви Пролетает, как полчаса, значит, вот уже и петухи запели Значит он готов для Царства Небесного Потому что в Царстве Небесном будет литургия Это литургическое празднество И ты должен полюбить литургию настолько, чтобы с удовольствием быть столпом в храме Чтобы вообще не уходить никуда Как Николай Чудотворец и другие святые Про них говорят, что раньше всех заходил в храм и позже всех выходил И стоять на службе нужно, как столб, как свечечка такая Нет, как ходить туда-сюда, там, бродить, чесаться, значит, там Сел, встал, вышел, там, зашел Нет, встал, как столб и стой Столб Бога моего И напишу на нем имя Бога моего И имя Града Бога моего Нового Иерусалима Нисходящего с неба от Бога моего И имя мое новое То, что в вечности у нас будут Новые имена, Господь открывал Уже и Пергамской церкви Но в случае с Филадельфийской Некоторые видят в этом обещании дать новое имя Намек на историю самой Филадельфии После разрушения От землетрясений в 17-м году Первого века, воссозданный город Назвали по-новому Неокисарией То есть в Филадельфии было Не привыкать менять имена Христиане пребывают гражданами неба Посреди испытаний, скорби, искушений Они связаны с Богом Это через разные образы показывается Как вот колонна в храме Например, здесь это новое имя Божие Которое на них запечатлено Или имена написаны в книге жизни Представьте себе, что на небесах есть книга И Господь записывает каждое имя верующего человека И Иисус Христос говорит, что Вы грешите, может быть, ваше имя изглажено Если вы не покаетесь Но я не изглажу ваше имя И совсем уже буквальными образами Понятиями и даже предметами Из окружающей действительности города Лаодикия Господь обращается к Лаодикийской церкви И ангелу Лаодикийской церкви напиши Так говорит Аминь Свидетель верный и истинный Начало создания Божия Знаю твои дела Ты не холоден, не горяч О, если бы ты был холоден или горяч Но как ты тепл, а не горяч и не холоден То извергну тебя из уст моих Ну это вот толерантность современная Это безразличие Если бы ты был холоден, например Был бы ты коммунистом, скажем, да? Тогда ты можешь обратиться к Богу И полностью поменяться Был бы ты сильно верующим Тогда бы ты пострадал и дотерпел бы до конца А так ты толерантен, ты как бы, ну ты никто Толерантен, ты никто Это не, там по-славянски, значит Имам тебя изблевати Из уст моих А по-русски там Извергну тебя из уст моих Вот это вот славянское изблевати Это более точная вещь такая То есть это отвратительное нечто Вот, я думаю, что современная наша толерантность Как бы это нечто отвратительное Которое, ну, делает нас никем То есть это ни то, ни другое И Достоевский же писал, например, что атеизм Он ведь ноль проповедует Ноль То есть он как бы мастит дорогу дьяволу Но на самом деле он говорит о нуле Все больше атеистов в Лондоне Встают с позаранку, чтобы отправиться в церковь Правда, ни о святых, ни о грешниках Здесь никто не рассказывает Мы ведь можем все это использовать по-своему Только всю ерунду про Бога надо выкинуть 25% населения Великобритании говорят, что не исповедуют никакую религию И каждый год эта цифра увеличивается на 750 тысяч человек То есть он ни за минус, ни за плюс Те, кто за минус, они потом будут за плюс Рано или поздно, ну, если Бог даст Как Павел, как Савл А те, которые за ноль, они так и будут ноль Всепоглощающий ноль Я думаю, что это такая серьезная угроза Вот именно нашего мира, в котором мы живем К которому мы принадлежим Такое, значит, быть в нуле При этом совсем не на нуле были банковские счета лаодикийцев Это был богатейший город провинции Фригия Лежащая на пересечении двух важнейших дорог римского мира Из Эфеса к Игейскому и из Пергама к Средиземному морям Лаодикий процветала Здесь шла горячая торговля и росло производство Ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды А не знаешь, что ты несчастен и жалоб, и нищ, и слеп, и наг То есть, ну, я же не знаю, что я наг Ну, или знаю, но, как бы, не вижу это Не вижу ноготы И человек, как бы, будет, может быть, находиться в совершенном неведении о себе самом То есть он не имеет адекватного знания о себе Лаодикийя славилась своими банками Оратор Цицерон рекомендовал именно в Лаодикийи совершать обмен денег Шерстяной одеждой, школами для подготовки врачей и вообще уровнем медицины Здесь делали много лекарств и лечебных мазей Самая известная из которых была глазная Именно на эти три главные столпа процветания города Финансы, одежда и глазная мазь намекает апокалипсис Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться И белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей И глазную мазью помажь глаза твои, чтобы видеть Он себя не видит как бы там прокаженным или нагим слепым Но Господь говорит, купи у меня калории, там эту мазь глазную, чтобы видеть И купи у меня одежду, чтобы одеться, чтобы прикрыть срамоту Купи у меня золото огнем очищенное Короче, есть настоящее богатство, а есть мнимое богатство Вот это мнимость, это вот эта такая иллюзорность такая, да? Значит, нам нужно поплакать о грехах, чтобы... Это вот и есть калории, как бы, вот эта вот мазь глазная, это слезы Они-то делали настоящие глазные мази, а нужно было поплакать, чтобы прозреть И нужно было взять Христово смирение и одеться в Христовую праведность Потому что иначе ты никто Это такое хорошее зеркало, в которое стоит взглянуть, как бы, ну, всем церквам Миллионер, плейбой и филантроп Миллионы подписчиков публикации на тему жизни в стиле люкс Чаще всего окружен не совсем одетыми, а порой и почти раздетыми красотками Ну, что сказать, красиво жить не запретишь Жутко ДТП устроил типичный представитель золотой молодежи Ученик элитного учебного заведения в Лондоне Сын преуспевающих бизнесменов Почти 500 метров протащил на капоте своего внедорожника повара столичного ресторана А когда понял, что случилось, просто сбежал с места происшествия Гордого с Богом война Потому что гордый не хочет принять волю Божию Гордый не хочет, чтобы было, как он скажет И слова вот эти вот, да будет воля твоя Конечно, гордому сердцу это распинание Это распятие гордого сердца И гордый, в конце концов, сам выходит на войну с Богом С Богом просто приходится воевать в ответ У Бога с гордыми война По причине гордых, потому что гордые первые разгазывают ее Может поэтому церковь Ладыки Единственная из семи церквей апокалипсиса О которой не сказано Богом вообще ни одного хорошего слова Ладыки – это церковь периода апостасии Проблема вот этих христиан периода апостасии Это проблема расцерковления Когда в мире будут сниматься все табу, все запреты Грех будет объявляться нормой Сейчас это начинается на Западе И людей подвергают тюремным заключениям Когда они выступают против преподавания детям Сексуального просвещения и так далее Или если пастырь выскажется против гомосексуальных отношений К чему это приводит На него подают суд И храм обкладывают штрафом Серьезным штрафом Священника могут посадить Дальше он говорит этой церкви Кого я люблю Всех обличают и наказывают Если он дает тебе что-то, чтобы ты стал лучше То это не наказание Это хирургия какая-то или терапия То есть врач же не палач Врач и палач – это разные люди И Бог не палач, он врач Да и потом будет изливать благодать, которая будет обжигать недостойных И не более того То есть никаких котлов специальных он придумывать не будет Да, он врач, а не палач Эти кадры в одночасье облетели весь мир Прямо во время концерта гигантская волна сносит сцену вместе с музыкантами Часть горы обрушилась в море Скорость этой черной воронки под 100 метров в секунду Засасывала все, что попадалось на пути Срывала дома, переворачивала грузовики Поезда сходили с рельсов Улицы превратились в месиво всего за пару минут Итак, будь ревностен и покайся В Нилале, Лаодикийская церковь этому Совету Христа Нынешние Лаодикие – это лишь руины невдалеке от турецкого туристического Денизли Богатейший город беднел и угасал постепенно А когда Лаодикие в 13 веке заняли турки Остатки греков-христиан ждало жалкое существование Кто не стал рабом у турок Того уничтожали и дышили налогами, обирая до нитки А дальше, наверное, самая цитируемая фраза апокалиптиса звучит именно вот в этом послании Все стоят у двери и стучут Вот, вот, все плохо, все плохие дела в этой церкви А он стоит у двери и стучит Посреди шума, посреди вот этого мира услышите этот тихий стук Бога Ну вот именно шум здесь и приобретает такую вот духовную опасность Потому что шума-то много, мы же как бы в шуме живем Мы к шуму привыкли, мы даже когда боимся без шума Когда будет молчание на полчаса, то мы испугаемся И поэтому стук-то он такой смиренный Мы не слышим Почему? Ну, я, как бы, хоккей люблю Там чемпионат мира по хоккей Какой там стук? Я люблю хоккей Потасовка между двумя хоккеистами быстро переросла в настоящий побоище В котором участвовали практически все находящиеся на льду полевые игроки То есть я не слышу Шайбу, шайбу, как бы, и я не слышу стука в двери Там, или я уснул, так крепко уснул, что я вообще, меня пушкой не разбудишь Поэтому ты или спишь, или ты погружен, там, в шоу холостяка, там, кого-нибудь, там, или еще какой-нибудь, там, чушь И поэтому он стучит Но стучит так, чтобы, с одной стороны, мы его не обвиняли ни в чем А где ты был? Я стучал, а я не слышал, ты виноват Пришла поздно, по голове получила Пришла еще Выпила бокал Шапотского и тапком по голове получила А почему Богу важно, чтобы мы сами открыли двери? У него есть все ключи от всех дверей А на известной картине такого английского одного художника, при Рафаэлита Расхристос изображен, как стучащий в дверь, у которой нет ручки И художнику говорили, как бы, говорит, вы неправильно нарисовали, на дверях нет ручки Он говорит, я правильно нарисовал У этих дверей ручка внутри, одна То есть у дверей сердца ручка внутри Как Льюис говорил, что ад, ад, заперт изнутри То есть он не снаружи заперт, он снутри заперт Поэтому мы находимся вот в тюрьме собственных мыслей, на самом деле Поэтому надо открывать изнутри Се, стою у двери и стучу Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему И буду вечерять с ним, и он со мною Вечеря со Христом, то есть сегодня божественная литургия Потому что Господь призывает всех нас на тайный вечер Это таинство Евхаристия, это святая литургия В которой участвует верный Но именно Лаудикийской церкви, самой порочной и неживой Из всех Господь открывает самую невероятную награду Для побеждающего, то есть для праведника Побеждающему дам сесть со мной на престоле моем Что это значит? Престол – это же трон, на котором царствует Бог То есть мы все, а нас же побеждающих, мол, миллионы людей Вот тех, кто пошел, как мы там все усядемся и что будем делать? Ну, если нематериально понимать, то, конечно, нам всем там мало места на одном престоле Но мы воцаримся над страстями, над грехами, над печалями житейскими Когда победим, если победим И это будет факт, который нематериален То есть в духовном мире же другие законы, допустим, там много духов может поместиться на кончике одной иглы И добрых, и злых, потому что они нематериальные и в мире места не занимают Поэтому и мы тоже там нематериальные троны займем Поэтому там не будет толк от них Кончается послание о лаудикийской церкви и этой главы фразой, которой Господь завершал каждое послание всем семи церквям Имеющий ухо дослышит, что дух говорит церквам Семь церквей апокальпсиса Эфес, Смирна, Пергам, Фиатира, Сардис, Филадельфия и Лаудикия Это ведь не единственные города, где в ту пору, к концу первого века, уже жили христианские общины Но почему именно в эти города, а не в соседние колоссы, например, или Труады и Милеты Упомянутые в Деяниях апостолов, пишет Иоанн Богослов Ну, конечно, послания не адресуются только исключительно для одной общины Они универсальны И можно сказать, что через семь посланий Иисус обращается в полноте церкви И каждый человек может так или иначе себя узнать Свою церковь или свою духовную жизнь во одном из этих посланий Так, будто описав нас всех, тогдашних и нынешних Господь уже со следующей главы начнет открывать нам свой замысел о мире И через что его миру и нам всем надлежит пройти Самый частый общий призыв ко всем семи церквям апокалипсиса Это три слова Покайся, будь верным, не бойся Это может стать программой и нашей жизни христианской Я бы добавил сюда еще вот это напоминание Знаю твои дела Я бы добавил туда еще Начинал бы с этого То есть он знает мои дела А потом он говорит, покайся А потом уже будь верен мне Он говорит, не бойся, я сберегу тебя Да, то есть вот по сути такая четырехчастная доктрина Хорошая доктрина Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова